Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых рынков. Тема прежняя, друзья, распространение вирусной инфекции уханьского вируса, новый вирус пневмонии, который, к сожалению, сейчас охватывает все новые и новые регионы. Уже более 5000 подтвержденных фактов заболевания, к сожалению, довольно высокий процент смертности. Последние новости о том, что вирус проник и в США, и в Германию. Вчера мы, кстати, попробовали несколько охватить географию распространения этой инфекции, и она, конечно же, сейчас поражает. Поэтому, друзья, если в моменте посмотреть на то, что происходит на финансовых рынках, вы должны понимать, что фон остается прежним, предельно негативным. При этом в рамках текущей торговой сессии может показаться то, что инициатива явно перешла к покупателям риска, потому что все эти инструменты, которые мы с вами довольно эффективно продавали в последние дни, евро, новозеландец, австралиец, фунт, пока что демонстрируют восстановительную динамику. Я призываю вас, друзья, если для вас фундамент не пустой звук, все-таки сделать единственный верный сейчас, объективный, адекватный вывод о том, что фундамент остается прежним. Сейчас рынок временно пропустил вперед покупателей. Может быть, это формируется ловушка для покупателей, для тех трейдеров, которые могут решить, что худшие времена уже позади и риск достиг своих предельных донных уровней. Но это не так, друзья. Не попадитесь в эту ловушку. Я уверен, что продавцы копят новые силы для еще больших распродаж, и они могут последовать в случае, например, сообщения о том, что количество инфицированных резко увеличится, либо еще, скажем, фон, который будет связан с эпидемией, с самим фактом распространения вирусной инфекции. Давайте посмотрим на то, что происходит на рынке нефти. Сейчас бренд котируется на уровне 59-50. Я призываю вас, друзья, как и раньше, держать короткие позиции. Если вы не открывали раньше сел, считайте, что как раз на легком забросе, пробросе котировок вверх у вас есть возможность войти в продажи по более высоким ценовым значениям. Потому что, как и раньше, тема, давляющая на нефтянке, остается той же это влияние вируса на перспективы роста мировой экономики, на потребление и спрос на углеводороды со стороны Китая. А Китай – это основной потребитель углеводородов. Я снова возвращаю вас к оценке цифр, которые у нас есть благодаря прогнозу Goldman Sachs. Помните анализ влияния именно атипичной пневмонии на спрос. На основании этого анализа они предположили, что сейчас потребление нефти может просесть больше, чем на 250 тысяч баррелей в сутки. Я считаю, что это лишь приблизительная оценка, потому что анализ Goldman Sachs не учитывает значительное увеличение среднего класса за последние, друзья, 15 лет. И это в Китае, где с каждым днем отменяется все больше авиарейцев. Поэтому давление на нефтянку в связи с опасениями за мировой рост, за рост Китая – это тот самый фундамент, который будет основным и определяющим для дальнейших распродажей бренда и WTI. В то же время вчера мы видели то, что рынок все-таки немного подрос. Это, возможно, связано с техническими факторами. Но есть, правда, еще несколько фундаментальных составляющих. Это решение ОПЕК, скорее всего, которое официально будет принято о продлении действия энергетического пакта до июня. Это солидарная позиция всех ключевых нефтедобывающих регионов по сокращению добычи нефти на 1,7 миллиона. Конечно же, страны ОПЕК прекрасно понимают, что на фоне значительного падения спроса на нефтянку сейчас нужно выбирать с рынка предложение и сокращать поставки сырья на рынок. Потому что, в конце концов, дно, я думаю, можно будет поспорить, где будет у нефтянки – в районе 50 или даже ниже. Ну и поддержку ценам оказал еще отчет от Американского института нефти, который сообщил о том, что запасы снизились. Традиционно на таких данных нефти растет. Сегодня в 18.30 выйдут официальные данные. Не уверен, друзья, то, что у отчета будет какой-то долгоиграющий эффект на котировки нефти. Допускают, что локальный рыночный позитив, он может продлиться какое-то время, но недолгое, потому что в конце концов все вернутся к масштабам распространения вирусной инфекции и самому факту того, что этот вирус до сих пор не удается локализовать. Доллар иена 109.12 – сегодня влажный день для американца, потому что Федрезерв после двух дней заседания подведет итоги, пересмотрит процентную ставку и даст классическую всем известную пресс-конференцию, которая, как правило, и вызывает наиболее интересное движение – доллары всех рынков. Ставка останется на прежнем уровне – 1,75%. Я полагаю, что рано еще хоронить американскую экономику с точки зрения негативных последствий вирусной инфекции на США. Поэтому Джером Пауэлл на пресс-конференции уж точно не будет говорить о том, что риски возросли до каких-то немыслимых уровней, из-за которых ему придется снова снизить процентную ставку. Учитывая это, ожидая повторения прошлой риторики, в прошлый раз доллар получил поддержку, потому что ФРС признал сохранение статуса КВОИ в ожидательной позиции и нежелание сейчас что-либо вменять в показателях ключевой процентной ставки. Поэтому по доллару и иене, друзья, идея прежняя. Мы здесь отрабатываем лишь спрос на защитный актив на японскую валюту, поэтому держим короткие позиции. Евро против доллара протестировало поддержку 1,10. Сейчас откатили 1,10.14. Закрепление ниже этой планки – вопрос ближайшего времени, поскольку риск продолжит сбрасывать трейдеры как с позиции просто нежелания рисковать из-за новой эпидемии, так и по причине, опять же, той самой риторики и последствий глобальной экономической неопределенности на политике Европейского Центрального Банка, который при Кристин Лангард, скорее всего, столкнется с еще одним снижением процентной ставки. Поэтому по евро мы также сохраняем прежнюю позицию – это снижение. Фунт против доллара, друзья, все ниже и ниже. 1,30.21 сейчас мы тестировали поддержку 1,30. Моя цель, повторюсь, друзья, знаю, что многие также уже ориентируетесь на нее. Это отметка 1,28. Супер важные два дня – четверг и пятница для фунта, потому что завтра заседание Банка Англии. Решение по процентной ставке, я думаю, что ее снизит. И в пятницу выход Англии из состава Европейского Союза, в принципе, как событие, должно спровоцировать еще больше волатильности британца. Я надеюсь, что хотя бы на таком импульсном рывке мы сможем добраться до уровня 1,28. Доллар канадец 1,3161. Что и требовалось доказать, нефть оказывает определяющее воздействие на канадца. Как только нефть восстановилась, канадец также укрепился. В пятницу выйдут данные по ОВП Канады. Вот тогда и сможем с вами точно определить, что для пары станет впоследствии основным драйвером. Это изменение монетарной политики Канады, либо все-таки нефтянка. Учитывая то, что я прогноз дал на снижение цен на нефть, соответственно, и пара доллар канадец также будет стремиться к уровню 1,32 и выше. И по австралийцам, друзья, мы снижаемся. 0,6769 – это текущий курс. Опять же, я вчера посмотрел очень интересное интервью Блумберга. На Блумберге одного из экономистов Резервного банка Австралии, где, в принципе, был сделан снова акцент на то, что снижение еще одной ставки неминуемо. Я не думаю, что это произойдет на следующей неделе, но, например, в перспективе ближайших трех месяцев ставку точно понизит. И также, друзья, повторяю, что вирус, эпидемия, опять же, уханьского вируса, она очень сильно сказалась на туризме австралийском, а до этого еще, как вы знаете, к таким же последствиям негативным привели и пожары. Поэтому здесь только лишь снижение цели 0,67. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...